Всем привет! Сегодня мы находимся в гостях у Глеба Гринфельда, на его построенном доме. Хотел бы сегодня немножко пройтись по нему, рассказать, какие интересные здесь есть особенности. Сейчас подъедет к нам Глеб, но мы приехали также не с пустыми руками, так что не переключайтесь, смотрите ролик до конца. Погнали! Зашли мы в дом, на улицу дождь, все промокли, пришлось даже каску одеть, чтобы лысину не замочить. В общем, работы в доме ведутся, уже шпаклевку ребята практически закончили, полы, я так понимаю, тоже. Сделали инженерные системы, вентиляцию, приточные решетки здесь будут стоять, окна стоят. Вот здесь вот в перекрытии сделана такая интересная дырка плохое, слово, отверстие. Здесь будет какая-то пожарная такая, ну какой-то шест, и можно будет от суда спуститься вниз для экстренной эвакуации. Ребята-вентиляционщики смонтировали вентиляционную установку на 500 кубических метров в час. Здесь неплохо выглядит, используются не только круглые воздуховоды, но и плоские, места здесь не так много. Вот смонтирован электрощит на автоматике АББ. Здесь также идут отделочные работы, обратите внимание, какая интересная архитектура, какие помещения, какой-то сложной формы. Ну а здесь котельная, вот все из нержавейки сделано, стоят два котла, электрический, газовый, ну и выход из котельной, отдельная дверь. Вот, кстати говоря, она со стеклом, то есть газовщики не придерутся к тому, что здесь нет стекла. Ну и вот еще одно помещение здесь на цокольном этаже. Получается, мы сейчас находимся полностью в цокольном этаже. Вот, то есть вот такая комнатка интересная. Здесь потолки будут с подсветкой, я так понимаю. Ну и также вентиляция. Так, сейчас пойдем на второй этаж. Кстати говоря, хотел обратить внимание, дом из газобетонных блоков. Это, смерть для перфекциониста, отшпаклеван, просто отшпаклеван, без маяков, без ничего. То есть стены, понятно, что здесь не идеально ровные, но тем не менее, выглядит это вполне себе нормально. Напомню, что все газобетонные блоки в этом доме сложно наклеить пену. Вот стоит. И газобетон здесь Д-300. Вот это у нас вход в цоколь, а рядом у нас вход уже в сам дом. Так, лестница у нас из газобетонных перемычек. Вот, смотрите, какая лестница интересная, из бетона. Балкончик, да, он для чего здесь? Антресоль называется. Просто еще одно место, куда можно подняться. Склад для гостей, скажем. А потом берега поедешься. Ну, не сразу. Ну, в общем, интересная вообще архитектура, на самом деле. Интересные комнаты, угловатые. Вот участок кривой, топая, вот участок. На перекрестке двух дорог, соответственно. А, кстати, стеклопакеты вы монтируете без рамки здесь? Ну, вот это, собственно, строго говоря, рамка нет. Есть только ригели. А, циклальный участок космивали. Я говорил, что мы пришли не с пустыми руками. Вот. И мы сюда привезли термостат. Даже три термостата. Для покомнатного регулирования температуры. Термостат НАТМИКРОАРТ. Это термостат, в котором мы принимали непосредственное участие в его разработке. Вот. Очень классная штука, не имеющая аналогов на российском рынке. Полностью российская разработка. Вот. Абсолютно уникальное сочетание потребительских свойств, которых вы не найдете ни в одном другом термостате. Это такая реклама. Кто не догадался. Так. Ну, собственно, я ранее уже приезжал сюда. И мы наметили места установки термостатов. Вот здесь вот распаячная коробка. Под них сделана. Вот. И мы сейчас будем монтировать. Вот. Родион сейчас поставит первый термостат. Кстати, термостаты имеют разные цветовые решения. От белой, молочной, чёрной, светло-серой и шоколадной. Вот. То есть на любой интерьер можно подобрать. Так. Родион, сюда белый ставим. Вот он белый. Вот, кстати, как они выглядят. Это серенький. Значит, экран на электронных чернилах. Очень классный, с подсветочкой. Вот. То есть когда вот он стоит, мы его видим очень хорошо. Чему можно поучиться и чему можно перенять. Например, вот этот вариант с нашей подглавки, без моего. А, да, в систему. Это абсолютно классное решение. Но в ЭЛК все равно есть какая-то привязанная. Наверное. Наверное, я вижу. Ну, да, 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 все. То есть вот никто не уходит с правилом не прикладывать там, не засовывать туда 100-долларовую куплю в зазор, да? Да, рекладка была вот такая, что он больше двух миллиметров не было. И все, собственно. Вот по этой рекладке просто все. Ну, сама была, когда рекладка уже поедала. А здесь что-то не додерли? А я сначала подзял бублесной, потом оказался, и вот сейчас додерли. Сейчас повесим сюда три зацепы. То есть эти качелики. А, здесь еще качели. Тоже... Ну, вот, а вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Надзенная часть 160 лет. И еще цоколь, и еще около 100, там, чем меньше. То есть вот это, грубо говоря, 80-метровая квартира Гиглайка. 80 метров. Там за 40-50 для юноши, но который начнет размножаться, в общем, как бы у нас многие сказали, куча пространства пропадает. То есть абсолютно с точки зрения обывателя среднестатистического дом не оптимизирован никак по площади, по комнатам, по каким-то помещениям. То есть здесь вот другой подход. И именно такой подход, проектирование, он позволяет отличить массовый продукт от уникального, индивидуального, элитного. Ну и, собственно, даже не столько элитного, сколько индивидуального такого продукта, который человек создает для себя. Вот это тоже, кстати, интересно было. Здесь перевод жирной комитет. Ты знаю, правда. От курсы все вот интересные. Мы их сейчас пройдем. Здесь перевод точно будет. Всегда. Так, классно. Вот, кстати, высота потолковая здесь. Так, тем не степут. На 100 надо, 300. Да. Ну, вот здесь вот тоже такие вот очень сложные трендобраснадцы. Да, да. Они очень запутанные. И еще медлеводцы тоже не, так сказать, не банально. И вот результаты станут еще сложнее. Да, интересно. А здесь, а, лестница здесь вот эта? Ну, нет, она будет вот в продолжение лета. Вот такая вот камузная лестница. Ну, где-то вот. Короче, крутая будет достаточно. Там у нас выход на крышу, да? Да, да, да. А здесь у нас получается спальня. И еще, пока не спальня. Пока есть еще ремонт. Мы зашли в спальню. Здесь, обратите внимание, что спальня, душевая кабина еще будет умыванить. Даже, помню, два умыванита. Вот. То есть мокрая зона фактически в спальне. Без разделения. То есть вот такое интересное решение. Ну, и здесь вот у нас такая кладовочка. Кстати, здесь дверь вводит или не вводит? Ничего не вводит. Просто вот такой проход. Достаточно узкий, 60 сантиметров. Женаринская. Да. И здесь будет уже кладовая. Мы шли на улицу посмотреть интересные фасадные решения. Один фрагмент оклеили газобетонные блоки, нарезали их на листы. Класс. И просто втерли в него. Это же новое направление. Почему никто, кстати, не занимается взять газобетонные блоки, фрезеровки, делать из них вот эти вот лепнины. Нет, занимаешься, но мало. Давняя тема – это во Львове ребята делают. Купили ЧПУ каменный, камнеобрабатывающий. И там портреты наносят. То есть просто вот камень обрабатывают полными барельефами. А простенькую тему пытались, ну, пытались много кто создавать. Она как отдельный бизнес, мне кажется, не особо живет. То есть либо это что-то очень художественное, задорого, либо если массовое, то проще на объектную обработку организовать. Хорошо, Глеб, спасибо большое за экскурсию. Сейчас мы, ребята, демонтируем термостаты. Ну и у нас еще предстоит еще один ВС. С подключением сервоприводов. Да. Когда будет на что вернуть. Спасибо. Монтируем один из наших термостатов серого цвета. Вот здесь поставили клеммники, чтобы к ним подвести гибкие провода и ими уже подключить наш термостат. Мы смонтировали наши термостаты в доме Глеба Гребникова. У нас будет еще один выезд для окончательной проверки и настройки. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Продолжение следует.